Точную дату появления первой семьи вряд ли кто-то знает, а вот дату появления первой фотографии знают многие. 7 января 1839 года. За относительно короткую историю своего существования фотография проникла и органично вписалась во все сферы жизни и деятельности человека, в том числе и семейную. Но на заре своего появления фотография была делом только профессионалов. Фотографию сравнивали чудом, и это было очень дорогим удовольствием. На рубеже прошлых веков не каждый человек мог себе позволить поход в фотоателье, тем более семейный. Поэтому дошедшие до нашего времени семейные фотографии первой половины 20 века – ценный источник информации о духе эпохи, образе жизни людей и особенностях и взаимоотношениях в семейном кругу. Во второй половине 20 века с появлением первых любительских фотоаппаратов фотография перестает быть делом только профессионала. Появляется возможность запечатлеть один из важнейших событий в истории семьи – проводы в армию, заключения брака или первые годы семейной жизни. Счастливым моментом в жизни семьи становится рождение ребенка. Он растет, развивается, меняется его внешность и характер. Многим родителям хочется сохранить воспоминания о том, каким было их дитя в разные периоды взросления. Появляются фото детей в младенчестве, детском саду, школе, детей, играющих на улице, в гостях у бабушек и дедушек. Однако самыми потрясающими снимками были и остаются фотографии детей с родителями – прекрасные, наполненные теплом и любовью изображения. Дети дарят радость окружающим. Без их яркого смеха, шаловливости и непосредственности жизнь была бы скучной. Бытует мнение, что дочери внешне чаще походят на пап, а сыновья – на мам. Так ли это? У каждой семьи свои ценности, свои реликвии. У многих это семейная фотография. Она дает возможность вспоминать о родных, о самых важных событиях в семье, рассказать детям, какими они были. Каждая фотография – это частичка фамильного богатства. Мы благодарим всех участников виртуальной фотовыставки «Моя семья – мое богатство» и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова